Правительство республики не планирует помогать муниципалитетам с решением их текущих проблем. В Сером доме прошло совещание, на котором власти четко обозначили свою позицию. С нехваткой финансов города и районы должны как-то справиться сами. Участвовали в разговоре представители Кабмина, ОНФ и Елена Вяльби, которая сейчас в Хакасии. Подробности в нашем следующем материале. Началось все с вершины Тюи. Уже полвека расположенный здесь один из ведущих в стране центров спортивной подготовки по лыжным гонкам упускает олимпийских чемпионов. На местных трассах проходит масштабное соревнование разных уровней, но в следующем году их не будет. В 20-м база должна была принять финал Кубка мира и чемпионата Европы по лыжному ориентированию. Конечно, жаль, что отказались от больших соревнований, которые с большим трудом на самом деле добивались. Тем более такие сложные для России времена, когда весь мир был против России, якобы какие-то там дебингисты. Хотя все суды мы выиграли, но, к сожалению, у республики не оказалось денег. Слава Богу, что хотя бы другой регион смог взять, потому что это тоже был бы уже такой резонансный, стандартный. Те проблемы, которые республика испытала с бюджетом, то тоже, думаю, все о них знают. И, конечно, где-то пришлось на чем-то, к сожалению, сэкономить. Но мы эти планы не забрасываем. И, конечно, вершина теории, как центр подготовки для нас очень важен. В стороны отметили, развитие спортивной базы должно идти в ногу с восстановлением инфраструктуры поселка в целом. Сейчас здесь картина печальная. Неработающие уже многие годы очистные сооружения, канализация сливается в реку, требующая капитального ремонта старая котельная. Вместо нее планируется построить современную модульную, но проект дорогостоящий. Сроки его реализации призрачны. Еще один серьезный проект – это новый бассейн, существующему 45 лет. Из-за аварийности он закрыт, нищему муниципалитету самому объект не потянуть. Мы в программе «Федеральный спор – норма жизни» получаем федеральные субсидии на строительство различных спортивных объектов. Поэтому мы включили этот бассейн, но включили на 23-й год. Сейчас после этого совещания, я думаю, там возможна передвижка, но реально это на 22-й год только, потому что у нас с 22-го года открывается финансирование. Безусловно, еще нужно вкладывать деньги. Я уверена, что это возможно сделать совместно с федеральными программами. Они существуют, они иногда надеваются. Но для этого, конечно, нужно, как я называю, копытить, ездить в Москву, просить. Мы все так живем. В правительстве не скрывают в решении многих вопросов. По развитию спортивного поселка власти рассчитывают на поддержку Елены Вяльби, а значит и федерального центра. А вот проблему поставок продуктов в детские сады ликвидировать приходится исключительно самостоятельно. И властям республиканским и муниципальным ситуацию курирует ОНФ. Были риски, что будет сбой в этом направлении. То есть, конечно, наш интерес, наше стремление не допустить боев в этом процессе, чтобы не было проблем в социальной сфере. Однако власти настаивают свои обязательства по ликвидации задолженности перед предпринимателями республика выполнила, остальное за муниципалитетами. Собственные долги они должны расхлебывать сами. Особенно это касается Черногорска. У нас, когда аккаунтация была предусмотрена для города Черногорска, она уже вперед на год, уже на сегодняшний день вся илка. Чтобы дополнительно оказать помощь из рез бюджета, пока такой возможности нет, потому что для этого тоже нужны какие-то дополнительные средства. Выход у Черногорска есть. За продукты питания можно рассчитаться не со счета каждого из бюджетов, а с управления образованием. Уже второй год, но в этом уже так делают другие районы. Так не делает только город Черногорска. Он упорствует. Я так думаю, это задача власти решить этот вопрос. Мы решаем. Я не верю, что вы идите решать. Мы решаем. Решают вот только своеобразным способом. Увеличить налоговое поступление с крупных промышленников оказалось вдруг прерогативой федерального центра. Большие стройки – тоже компетенция и деньги Москвы. Проблема муниципалов – буквально их частная собственность. Де-юрты так оно и есть. Благо, что угловые образования соответствующие. Де-факто же за что несет ответственность действующая власть. На сегодня вопрос так и остается открытым.